Я рад всех приветствовать! Ну а мы с вами, друзья, продолжаем изучение бренда Corella. И сегодня у нас с вами на обзоре, скажем так, коляска Bravo SL. Это всесезонная прогулочка-коляска, цвет которой сейчас вы видите, он называется Deep Grey. Ну такой, знаете, не светлый, не темный, такой средний, глубокий, достаточно насыщенный серый цвет. Вот, в двух словах, вначале технические характеристики базовые вам назову, и потом начнем ее изучать. Вес с сидением у колясочки 11,3 килограмма, абсолютно адекватный вес, не самая легкая, но и не самая тяжелая. Спинка у нас регулируется в прекрасном диапазоне 115-170 градусов, это хорошо. 56 сантиметров у нас, друзья, колесная база, везде заедете. Хотя коляска подразумевается, что вы ее будете эксплуатировать до 4-5 лет, скажем так, вес она выдерживает 22 килограмма, поэтому это 4-5 года, соответственно, и отсюда и появляются. Что касается комплектации, быстренько, друзья. Встроенная антимоскитная сеточка у нас, козыречки есть, накидка на ножки и фирменный подстаканник. Подстаканник очень качественный, друзья, классный подстаканник, которому реально претензий никаких. Вообще, когда идет подстаканник с завода родной, это самый лучший вариант. Так, с козыречек, друзья, посмотрим с вами, а перед этим поговорим немножечко о тканях. Друзья, ткань классная. Я вот недавно делал еще обзор на колясочку 2 в 1 от Corella, и я уже все коляски поперещупал. Ткани у них, мое почтение, очень хорошие, приятные тактильно ткани. Видно, качественная вещь, ткань не тонкая, они все такие плотные, толстенькие. Вот ткани прям очень классные, она фактурная такая, приятная ткань. Так, что касается козырька, у нас есть дополнительная секция. Вот просто бабах, и по самые многих закрываем. У нас есть смотровое окошечко, здесь у нас клеенка, соответственно, чтобы туда не попадала влага, и все это на магнитике держится. В общем, по козырьку, друзья, ноль вопросов. Есть еще, видите, здесь дополнительная секция, и он полностью бесшумный. Он реально вот никакого шума не издает, очень классный козырек. Так, что касается ручки, друзья, сверху вниз вот пойдем изучение. Эко-кожа, очень толстая, приятная ручка, прям вот очень приятная эко-кожа. Она, знаете, такая, не скользящая. Я ее держу и испытываю вот, ну, уверенность, я уверен, и хват очень. Расстрочка, все ровненько, красиво. Вот тот самый подстаканник, он до 0,5 вмещает в себя, все хорошо. Дренажное отверстие есть, если надо. Ну, на ручке, естественно, здесь кнопка для складывания, до чего мы чуть позже дойдем. Давайте посмотрим на сидушечку. Сидушечка у нас здесь высоченная, классная. Здесь даже очень высокий ребенок поместится, все хорошо. Пятиточные ремни, мягкие накладочки есть и на паховой, и на плечевой зонах. Все хорошо. И вот такая перемычка, которую можно легко убрать, если вам она не нужна. Что касается бампера, как калиточка откидывается, он такой же толстый, приятный, все классно. Что хорошо, расстояние вот от бампера до спинки большое. И ребенку пространства там достаточно вместе с бампером. Подножка, естественно, регулируется, ступенька, все, само собой, нормально. У подножки нижняя часть в эко-коже, чтобы легче было ухаживать. Так, давайте посмотрим теперь на вот те 115 градусов, о которых я говорил. Капитанская, хорошая практически посадка. И мы лежим. В принципе, достаточно хорошо. Опускаем козырек. И вы видите, что вот, используя накидку на ножки, давайте взглянем на нее сразу. Накидка на ножки у нас здесь с замочком посередине. Закрываем. И она очень толстая, друзья. Вот эта часть, она у нас фиксируется кнопками. Бортик. Так, раз. Так, сейчас, секундочку. Все. В общем, вот так вот это выглядит. Она у нас внахлёст одевается на подножечку. Вот таким образом. И, соответственно, хорошо, плотно держится с помощью ремешков. Крепится к самой раме. Ее не сдует. Если ребенок даже ногами будет толкать, она никуда не денется. В общем, с такой накидкой, с таким бортиком, с таким козырьком, ребенок в непогоду будет очень хорошо закрыт, друзья. И она реально очень толстая. Толстая прям вот. Наполнителя не пожалели абсолютно. То же самое я и заметил в предыдущем обзоре. В люльке на коляске был накидка ножки. В люльке, не в прогульшем блоке, а в люльке очень толстая накидочка. В общем, ребенок здесь хорошо закрыт. Так, что касается задней части, у нас здесь видим, что есть москиточка. Я вам говорил. Хотя я сказал, потому что она встроенная. Ну вот, короче говоря, вот москиточка. У нас есть непосредственно кармашек. Не кармашек, пардон, уже заговариваюсь. На кармашек сходу похоже, поэтому можно вот так открыть и непосредственно проветривать. Эта часть у нас вот так собирается и есть специальный фиксатор, чтобы можно было зафиксировать. И это не было колхозно, не висело ничего. Вот так вот гармошечкой. Вот, поэтому все хорошо. Регулируется это все с помощью толчка наверх, а вниз с помощью специальной ручки. Здесь нет никаких ремешков, чего многие не любят. Ручка, кстати, друзья, по-моему, кроме обивки, я не помню, говорил нет, что она регулируется у нас по высоте, не телескопическим способом, а по наклону. Тоже нормально. Здесь, кстати, выемки такие, выступы, точнее говоря, резиновые, чтобы когда складываем, она не портилась. В общем, до мелочей продумана конструкция. Давайте с вами посмотрим на основание, что из себя представляет. Здесь у нас багажник. Багажник очень крупный, друзья. Внутри есть кармашечки, отсеки. Достаточно жесткое дно, чтобы оно не провисало. Доступ большой. Вот так вот закрыли. Так открыли. Здесь магниты. Собственно, вот так у нас доступ реализуется. Можно непосредственно что-то спереди закинуть, если вам надо. И будет нормально. Колеса, кстати, здесь очень мягкое шасси. И вообще, вот вся эта линейка колясок меня очень порадовала своими ходовыми качествами. Колеса, все прям четенько, мягенько, прям все супер. Колеса резиновые, мягкие. Тормоз классный. Оба раза сверху подошву мы снимаем и ставим тормоза. В общем, все хорошо, друзья. У меня претензии особых. Тай, даже не знаю, к чему придраться. И цена еще хорошая, друзья. Она недорогая, на самом деле. Учитывая, что сейчас на рынке происходит. Коляска дает вам очень хорошее качество. Ощущение от коляски за мало денег. Так, давайте теперь посмотрим, как ее сложить, друзья. Где у нас тут кнопочка? Вот рычажочек спереди. Вот так. И попробуем сложить и посмотреть, что мы имеем. Ну, в принципе, типичная книжка. Вот я вам говорил, что здесь есть резиновые выступы на ручке. Если надо, можно заморочиться ее поставить. Она этого не боится. Так, открываем. В принципе, прикольно. Все тихо, все четко. Защелкивается, все работает нормально. Еще хотел бы, наверное, вы уже сами обратили внимание. Здесь такой рояльный лак. И диски, и вот эта часть рамы, и этот ободок. Ну, в общем, прикольно, стилево смотрится. Так что, друзья, вот такая вот интересная колясочка получилась. Как по мне, это на сегодняшний день цена-качество. Я про многие коляски так говорю, потому что действительно есть много хороших вариантов. Но вот это на текущий момент, мне кажется, переплюнуло всех. Учитывая, что она нам дает взамен за эти деньги. Не знаю, у меня ноль претензий. Супер качество, супер материалы. Ощущение от коляски такое, ближе уже к премиальному, на самом деле. Поэтому обязательно рекомендую, друзья. Ссылка на нее есть в описании. Есть вопросы, задавайте в комментариях. А я хочу пожелать вам удачи. Всего доброго.